Волгоград, Москва, Добай. Волгоград, Москва, Добай. Волгоград, Москва, Добай. Ну и, соответственно, прокомментирую со своей практической точки зрения, как преподаватель. Долго представляться не буду. Те, кто не первый раз смотрит вебинар, со мной знакомы. Я переводчик, преподаватель, с языком работаю достаточно давно, много жил и работал в Германии, имею сертификацию европейскую определенную, ну и нашу тоже отечественную. Сейчас, в данный момент, работаю преподавателем Лицея и Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Веду немецкий язык в 10 и 11 классе. Зовут меня Валерий, фамилия Шибалин. Очень приятно. Желаю всем хорошо провести с нами время, которое мы запланировали и к которому мы сегодня подготовились. Итак, как бы хотелось сегодня построить нашу работу. Вкратце расскажу об учебно-методическом комплексе, на тот случай, если не все с ним знакомы. Затем остановимся на общих принципах касательно тренировки продуктивных навыков и, соответственно, прокомментируем, как они учитываются в Ундеркиндах. Посмотрим примеры упражнений различных, которые есть в УМК с комментариями, соответственно. Ну и с какими-то, может быть, вариантами их применения. Потому что вариативность – это, наверное, самое интересное, о чем нам нужно знать и чем нам нужно владеть. И тут нет предела совершенства. Поделюсь подходами по организации продуктивного блока. Из своей практики и, соответственно, из теории тоже. И в конце, надеюсь, что вам будет интересно посмотреть обучающее видео, которое мы делали с учениками. Это, мне кажется, интересная форма работы. Если не все ею пользуются, то наверняка это будет достаточно интересно. И, может быть, возьмете это, соответственно, тоже на вооружение. Посмотрите, что вот у нас получилось и что мы об этом думаем. Вот такой вот план работы. Устраивайтесь поудобнее. В Ундеркинде Плюс выглядит вот таким образом. Это учебник и рабочая тетрадь для 10 класса. Учебник потолще где-то в два раза, соответственно. Но рабочая тетрадь тоже достаточно насыщена по объему материалов, за что большое спасибо авторам учебникам. Вот так вот выглядит 11 класс. Учебник и рабочая тетрадь. Правда, нужно сказать, что рабочая тетрадь только готовится к выходу, рождается в обозримом будущем. Здесь более точно сотрудники издательства могут подсказать. Но учебник вовсю мы используем на данный момент. Как вы видите, обложки современные красивые. Внутри тоже все достаточно современно и красиво. Я хотел бы сказать о том вкратце, что мне больше всего нравится в данном учебном пособии. Ну и пока, может быть, кто-то посмотрит, что я об этом думаю на слайде. Может быть, пару слов скажу в порядке такого лирического отступления. Мы нередко слышим от учеников, особенно таких, как бы, с короной на голове, да, которым кто-то, как бы, сообщил, что они являются большими экспертами уже в языке, что, о, а вот мы занимались по вот такому учебнику, там, B2, там, C1, там, и прочее. Это, вот, уровень, который, вот, я ожидаю. И, собственно, почему, вот, B1+, да, или B1, можно сказать, что десятый класс вундеркиндов, это B1, может быть, B1+, соответственно. И, на мой взгляд, и в этой ситуации как-то чувствуешь себя достаточно, как бы, странно, да, потому что ты бы мог, вот, да, с твоим опытом вполне поработать по этому учебнику. А вот ученик ждет какой-то, вот, супер-пупер сложности, да, чтобы там было 90% в тексте непонятно, и чтобы грамматические таблицы, как бы, занимали реально развороты. Ну, или, там, скажем, грамматические упражнения занимали, как бы, реально, там, много-много-много страниц именно в учебнике, а не в рабочей страте. Что об этом можно сказать? Вот для меня лично качество учебного пособия в первую очередь определяется по критерию, насколько он приспособлен для удобной работы на уроке для обеих сторон, ученика и учителя, и насколько он способствует развитию продуктивного навыка. То есть, насколько он коммуникационно ориентирован. Вот это самое вообще главное. Все остальное, это, на мой взгляд, вторичное. Ну, я вот это вижу так. Соответственно, я ставлю плюс учебно-методическому комплексу Вундеркинде принцип коммуникативно-направленного обучения, который он реализует. Весьма современный язык, хороший, живой. Большое количество письменных заданий, которые позволяют работать в продуктиве. Огромное количество идей и предложений для устной работы. То есть, то, что, на мой взгляд, и должен представлять из себя современный учебник для нашей школы. Современный, соответственно, здесь слово ключевое. Помимо этого, по итогам, вот, уже больше года работы с данным учебно-методическим комплексом, могу сказать, что вполне можно учитывать разноуровневость. Можно использовать как для продвинутого, так и для базового уровня. Это тоже очень удобно. Страноведческие компоненты представлены весьма хорошо. Большой аудиокурс с большим количеством дикторов. Это тоже очень хорошо, что не один-два диктора наговаривают. И язык весьма аутентичный. Темп хороший. То есть, такой вот обычно ахиллесово-пита, да, многих комплексов. Это именно аудиокомплекс. Здесь, по-моему, с этим все в порядке. Это, естественно, радует задание в формате ЕГЭ, которое есть в каждом разделе. И которое есть еще и блоками после каждых двух уроков. Тоже замечательно. Затем, я уже об этом говорил, еще раз повторю. Есть готовые решения на урок. И не потому, что мы не хотим готовиться, да, а потому что мы благодаря этому можем подготовиться лучше. То есть, реально есть готовые решения на урок, которые прямо по времени ложится хорошо на 40-45 минут или, соответственно, на час-двадцать. Ну, и что касается оформления, то тоже меня достаточно радует, что учебник не перегружен серыми текстами. Для наших визуалов, как бы, это достаточно важно. Вот так вот выглядит разворот учебного пособия. Вот так вот рабочая тетрадь выглядит. Здесь у нас пример блока подготовки к ЕГЭ. Полностью задание подряд в формате ЕГЭ. Хюрферштейн, Лексик, Краматик, Шпачен, Лезеферштейн. И, соответственно, вот дальше продолжение этого блока. Вот так вот оно выглядит. Итак, об общих подходах. Если мы говорим о тренировке продуктивных навыков, то, наверное, самое главное – это, естественно, ситуация, условно-речевая ситуация, в которую мы с учеником приходим вместе. И, соответственно, условно-речевая ситуация должна быть главным компонентом урока. То есть это реально вершина урока, это то, что обязательно должно присутствовать и к чему мы идем. И при этом язык обслуживает, собственно, эту вот работу в условно-речевой ситуации. Язык не является самоцелью. То есть есть в каждом уроке конкретная коммуникативно-речевая задача. Купить билеты, расспросить о деталях поездки, пожаловаться, убедить, соответственно, презентовать и так далее. Лексико-грамматические структуры подаются как обслуживающий материал, как обслуживающий инструмент. И, что, наверное, является тоже абсолютным уже законом, и без этого уже нельзя работать никак, любое рецептивное упражнение обязательно выводится в продуктив. Вот те принципы, которые, на мой взгляд, очень важны и которым, на мой взгляд, учебно-методический комплекс в полной мере соответствует. При всех каких-то недостатках, может быть, и необходимых доработках, которые будут, может быть, делаться, здесь я, честно говоря, вообще не могу сказать ничего, так сказать, плохого о данном учебно-методическом комплексе. Коммуникативная направленность реально реализуется. Предлагаются проблемные ситуации для речевых поводов, соответственно, для того, чтобы учащиеся активизировались, мотивировались, чтобы они хотели говорить или писать. Речевой повод создается по всем трем основным известным нам принципам, соответственно, поиск информации, высказывание мнения или решение аналитических каких-то интеллектуальных задач. Соответственно, упражнения позволяют работать, если это Information Web, мы предоставляем возможность проводить исследования в интернете и их представлять, проводить интервью в парах и в группах, опросы в классе и так далее. То есть все, что касается поиска и обработки информации, учебник предлагает достаточно много видов разных упражнений. Что касается формулирования и защиты мнений, то здесь тоже особенно в контентах, связанных с обществом, культурой, модой, нормами поведения, школой, отношениями с родителями, отношениями со сверстниками, тоже достаточно хороший набор предлагает учебно-методический комплекс для того, чтобы мы эффективно работали. Вот то, о чем я... Наверное, вы меня слышали, но не видели, да, те преимущества и сильные стороны учебно-методического комплекса на слайде, соответственно. Мы говорили о принципе коммуникативно-направленного обучения как абсолютно главном в данном учебно-методическом пособии. Это развороты. Пролистаю уже без своих длинных комментариев. Блок ЕГЭ. Полностью все задания. И мы говорили об общих подходах, об условно-речевой ситуации как главном компоненте урока. Язык является инструментом, а не самоцелью здесь. Проблемные ситуации как главном в речевом поводе. Способах создания речевых поводов, которые представлены в виде различных упражнений. Задачи интеллектуального характера. Вот здесь вот, соответственно, мы вот это еще не озвучивали. Речь идет о задачах по анализу, синтезу, обобщению, оценке, прогнозированию, ну и презентации результатов. Пользуется большой популярностью, очень хорошо учениками принимаются, особенно в отношении реалий страны языка, естественно, допускают какие-то игровые формы, викторины, конкурсы. Таких заданий в учебно-методическом пособии тоже достаточно много. Давайте взглянем на тренировку продуктивных навыков именно в виде различных упражнений. И я попытаюсь рассказать, как я иногда, может быть, их модифицирую или как мы их вообще используем. Вот известные, знакомые всем описания фотографий. Aufgabe. Willen Sie ein Foto und beschreiben Sie es? Это первое задание. Мы даем при этом лексические опоры. Вы их видите, соответственно, в желтой заливке. Можем тренировать отдельно их в виде лексической разгрузки перед заданием. Или можем использовать по ходу, соответственно, выполнения упражнения. После этого идет предложение. Arbeiten Sie in группы. Jeder von Ihnen hat bestimmte paar schöne Erinnerungsfotos aus dem letzten Urlaub. Tauschen Sie eigene Fotos aus. Beschreiben Sie sie und raten Sie. И, соответственно, дальше, что можно угадать. Где бы ты провел отпуск, исходя из фотографии, которую ты мне показываешь. Что за вид отпуска это был, например. Bekrunden Sie irifemutung. Можно заранее, соответственно, сказать о том, чтобы фотографии были. Хотя, конечно, доступ к личным фотографиям у всех обычно есть. Здесь очень подходит форма работы Mingling. Которую я тоже очень люблю. И которая, на самом деле, на мой взгляд, очень живая. И очень тоже учениками приветствуется. Не в первый раз и не во второй. Но начиная с третьего. Уже без этого они слабо себе это представляют. То есть, когда все встают и перемещаются по помещению. Меняя партнера по разговору. Имея определенную задачу. Это может быть интервью. Это может быть таблица, которую нужно заполнить. Это может быть обмен мнениями. В данном случае, соответственно, показ фотографий и рассказ по этой фотографии. После чего идет фидбэк уже в общем составе. Где каждый, может быть, должен сообщить о том, самое интересное, что он увидел. Или об одном из партнеров по коммуникации, с которым он общался. Здесь такого рода упражнение, как вот это, еще очень хорошо подходит для того, чтобы постепенно входить в речь. Мы сначала репликами спрашиваем, ждем реплики в отношении того, где происходит то, что мы видим на фотографии. То есть, просто идеи набрасываются. Это еще не полноценная коммуникация. Затем ученики тренируются описывать при помощи лексических опор. Посматривая лексические опоры, мы, соответственно, поддерживаем, помогаем. Затем они могут сделать это в парах. Но и потом уже без учебника, вот в виде, допустим, минглинга того же, уже без учебника. По свежим следам, так сказать, они общаются друг с другом, показывая только фотографии и комментируя их. Здесь есть опции и для постепенного входа, которые я тоже использую. Особенно вот в 10-м, когда ребята еще не очень знакомы с этим форматом или же чувствуют себя не очень уверенно в устной речи, в этом случае дается задание написать. То есть, дома или пара на уроке вдвоем пишут, или дома подготавливается описание фотографии, исходя из данных лексических опор. После этого мы проверяем это, поправляем какие-то ошибки. После этого мы можем дать возможность, опять же, дома или на уроке, не на уроке, а в здании школы, соответственно, ученику записать это описание на телефон. Мы вот этим постоянно пользуемся. Там можно переписать, там можно новую запись сделать, что их очень, так сказать, успокаивает. И затем уже переходим к спонтанному общению на эту тему. То есть, есть такой, как бы, мягкий айнштик, который здесь возможен. В общем-то, вся структура этого упражнения, она позволяет это сделать легко. Дальше давайте посмотрим на проекты и презентации. Ну вот здесь вот, соответственно, Erstellung eines Reiseangebots für deutsche Touristen. Что хорошо, дается поддержка не только языковая, в виде лексики, которая используется, но и, вот внизу вы видите, «Cein guter Regen für eine gute Präsentation», которые можно заранее, так сказать, вывести в тему разговора, посмешить, посмеяться, изобразить, кто как себя бывает ведет во время презентации и как этого не следует делать. И затем на каких-то конкретных уже примерах, после того, как школьники и ученики это сделали, обратить внимание на тот или иной недостаток в самой презентации. То есть мы как бы тренируемся делать презентацию, но язык здесь уже становится, так сказать, инструментом для того, чтобы сделать ее красиво. А красиво делать презентацию они хотят и уже очень неплохо умеют. Чем еще хорошо вот такое задание, когда дается проект, его можно делать комбинированным на письмо и говорение. То есть делается, допустим, Verbo Prospect или объявление в интернете, или открытка какая-то. И в ходе презентации данного проекта данный письменный продукт тоже предъявляется. То есть такая комбинация двух продуктивных навыков в одном задании. Соответственно, сейчас в основном уже, да, школьники любят делать вот такие вот презентации уже на Powerpoint и иллюстрируют и вкусную речь. Вот здесь у нас был проект «Сделайте брошюру о своей школе» на немецком языке. Причем были даны уже основные темы, которые можно отразить. «Ван beginте unterricht? Виланге dauert? Унтеррит гиптес? Айна лейнграмитэкспауза?» И так далее. И предлагаются советы, как лучше сделать этот проект. «Фотус де шульгебуэлэс, де шульруэмэ, бешайбэзи безонна гайц, де оба штуфа ин ира штуле». То есть дается такое наводящее описание того, как можно поработать над данным проектом. В итоге, вы видите, кто-то предпочел сделать все-таки старый добрый плакат такой, «Ви вуцу варум» и «Штичвюэлэвайзэ» что-то отмечено было. Естественно, во время презентации это все нужно комментировать, а на этом нужно останавливаться более подробно. То есть здесь это служит такой опорой и краткой презентацией всего проекта, собственно. А кто-то, вот в данном случае речь шла о задании «Представить города или регионы России» делает уже презентацию вот в таком виде. Соответственно, задание, которое имеется вот на этот счет, оно тоже достаточно подробное. Там просят описать местоположение города, привести основные данные его города или региона. Дальше, там, каким образом можно подъехать, да, приехать, «Анрайзэ», поскольку вот и в 10-м, и в 11-м классе имеется, соответственно, разделы, связанные с поездками и с путешествиями, «Анрайзэ». Дальше, размещение. Каким образом можно разместиться, за какие деньги и так далее. И вот в данном случае, вот в этом году, это вот недавно было, Настя у нас делала, она шла вот четко по этому скрипту, который был предложен учебникам, представила штанг-от, соответственно, по несколько слов говорила по каждому из пунктов, которые здесь она указала. Естественно, я здесь ничего не редактировал, вы понимаете, да, это продукт, который был сделан к уроку, и он здесь без поправленных ошибок, я потом рекомендую их делать, соответственно, в виде работы над ошибками. Дальше, из интернета, соответственно, она нашла возможность размещения в Воронеже, «Feringhaus mit in die Fierke-Zone», видимо, на швейцарском каком-то сайте, «Varianten der Unterkunft», «Und sie in die Fierke-Zone», который тоже, опять же, описывается устно, но во время презентации в классе выводится на экран. Ну, то есть, она шла вот четко по тому, как предложено было учебникам построить презентацию о городе. Чуть-чуть по-другому было сделано вот Алены у нас презентации «Казани», но, тем не менее, тоже презентация получилась очень хорошая. Вот такие слайды, которые показывались и описывались. Интересно, что школьники охотно говорят не о родном городе, потому что все уже очень нередко ездят по России и как раз вот о Казани, допустим, рассказывала наша ученица, просто потому, что ей там очень понравилось. И это, конечно, огромная мотивация для нее и достаточно большой интерес для всех других. Естественно, чем хороши презентации и задания такого плана, они достаточно много аспектов требуют отразить, начиная от транспортных средств, заканчивания какой-то региональной кухней, что, соответственно, позволяет нам достаточно комплексно тренироваться. Здесь вот предлагается проект, это 11 класс, после раздела интернациональных проектов идет такое предложение в мини-группах предложить идеи для международного интернет-проекта. И предлагаются планпункты, идеи для для и так далее. То есть предлагается полностью сделать проект в мини-группе и для этого формулируется определенный план. Естественно, до этого очень активно на уроках тренируется лексика и грамматика, которая способствует хорошему изложению этих аспектов. Лексики и грамматики мы еще поговорим отдельно. Вот упражнение с выходом в игровую компоненту, очень удачное, на мой взгляд. Выходим из грамматического блока, из лексика грамматического блока точнее. То есть дается функция, как мы характеризуем людей, ну и такие выражения, актива царя, ну и здесь стенькин, все это многие здесь выражения из активного словаря, который дается в начале урока. И потом мы выходим из этого грамматического блока, где еще они, кстати, там из прилагательных существительных формируют, да, то есть мы из эрлис делаем и эрлис кайт, из авгант и так далее. То есть потренировав и вспомнив, дальше переходим к следующему заданию. Естественно, идеально для парного упражнения, потому что сразу вытаскивать с такой задачей в плену неправильно было бы. И после этого очень хорошее задание Махен Си Айнандо Комплименты. Опять же, можно это делать в минглинге, и это очень хорошее упражнение, которое очень нравится, очень веселит и позволяет как-то дополнительно раскрыться, очень способствует хорошей атмосфере. То есть люди, соответственно, ходят, ученики ходят и делают друг другу комплименты, либо потому, что кто сделал замечательно, либо потому, кто как выглядит замечательно, или просто что-то сочиняют для того, чтобы было еще веселее. Вот такое упражнение с выходом в игру. заданные проблемные ситуации. Предлагаются две проблемных ситуации на выбор, знакомый всем формат. В данном случае общение с родителями по поводу планшета, который хочется приобрести и заполучить. И есть две ситуации, которые разыгрываются между ребенком, подростком, скажем, и родителями. Но, что вот здесь замечательно хотел обратить внимание, для того, чтобы учитель соответственно это не готовил, а в такие вещи упираются иногда все, предлагается вопрос, bevor Sie диалоги zusammen stellen, планшет, что вы со своей стороны можете пообещать. Посмотрите в интернете сколько он стоит, и тем самым покажите родителям, что вам не все равно, так сказать, что есть деньги, и так далее. Будьте готовы к компромиссу, и каким будет компромисс. на самом деле вот эта поддержка идет не только лексическая здесь, но и техническая, тактическая, содержательная, что очень сильно разгружает учителя, и что очень сильно разгружает и ученика тоже, потому что он может сконцентрироваться на самой ситуации, на самой задаче, а ему достаточно задач, чтобы еще думать, как бы, о какой тактику в этом разговоре использовать, и какую лексику соответственно, от тактики зависит и лексика, которую мы будем использовать. Вот такая вот замечательная поддержка в проблемной ситуации, на мой взгляд, в данном случае предложена. Mindmaps, Handy for Boat in the Schule, Pro, Contra. Рисуем, рисует по двое, потом сопоставляем, или две мини-группы, или сразу выносим на доску, и учитель, или кто-то из учеников соответственно, записывает в ходе этого мозгового штурма, записывает идею в виде Mindmap. Mindmaps мы используем очень активно, фактически в каждой теме, я обязательно использую Mindmap. Мне кажется, что это великолепная вещь. Есть и программы на этот счет соответствующие, и в каких-то классах у меня пользовались этих программ, каких-то нет, но даже просто вручную, можно А2 взять, время от времени делать Mindmap по какой-то теме, ассоциограммы, это замечательная вещь, вы, люди, изучавшие язык, тоже понимаете, что полями думать, мыслить и вспоминать, это дополнительная помощь, которая очень хорошо помогает. Плюс она организует мышление очень хорошо, что в 10-11 классе немаловажно. пирамидальная дискуссия очень любимый мной вид продуктивного упражнения, чем он хорош, он начинается всегда в паре, если мы не говорим сначала сбой идей, которые может быть вместе сделать, но в любом случае само говорение, непосредственно уже основная часть блока говорения в данном случае происходит в паре, а я убедился уже не раз на собственном опыте, что всегда нужно начинать от меньшего к большему, мы не можем как бы сразу предложить общение в группе в 10-11 классе, тем более, да и в более взрослом возрасте тоже, а иногда даже взрослом еще сложнее. То есть речь идет о том, что нужно дать немножко погреться в закуточке, чтобы человек немножко раскрылся, успокоился, и потом он уже будет говорить в мини-группе, потом он будет говорить с пленами в конце. Ну и здесь соответственно какой у нас проходит вариант пирамидальной дискуссии, работа в паре и находится компромисс. То есть идея у каждого, ну в частности Райзе Англепурт, или там кого возьмем на Марс в виде профессии, да, берем повара, инженера и математика, или берем астронома и прочее. Определенное мнение сложилось у каждого, в паре приходит компромисс. Дальше пара объединяется в мини-группе, допустим, по четверо, и уже четверо должны прийти к компромиссу. После этого, если позволяет состав класса, группа еще более укрупняется, снова достигается компромисс в виде споров, аргументации и так далее. И затем нужно будет прийти к окончательному решению уже полностью в составе класса. Это очень хорошо, потому что это очень долгое говорение, это очень хорошее, спокойное, долгое говорение об одном и том же. С постоянным повторением ключевой лексики, с постоянным повторением лексики из раздела высказывать мнение, убеждать, соглашаться, не соглашаться. И это долгий процесс работы с одной темой, он крайне хорош для закрепления речевого налога. Есть опция в данном упражнении, то есть группа может выработать определенное предложение, сначала пара, потом группа, затем станции организуются, и ученики ходят от станции и выслушивают презентацию данной группы по данному проекту. После этого анонимное голосование, ставятся палочки, мы не знаем, кто за кого проголосовал, но побеждает определенный один проект из представленных трех, например, и уже после этого идет фидбэк, в том числе и языковой. То есть, вот эти два аспекта здесь, длительное время говорения учеников и тренировка функции высказывания и защита мнения очень нравится мне в виде упражнения пирамидальной дискуссии, которые, например, на основе данного задания прекрасно делаются. Письменный рассказ фантазия предлагается здесь, в данном случае, то есть идет рецептив аудирования, идет кроматика повторение претеритума и после этого выход из рецептива продуктив опять же дается огромный хороший набор лексических опор и мы вспомнив претерит пишем в претерите именно рассказ фантазии, причем в парах. О том, что я за то, чтобы на уроке писали только в парах я еще скажу немножко позже, но вот пример такого задания он здесь присутствует и хорошо очень работает. Вот комплекс упражнений на весь урок, на пару точнее, чтение плюс говорение. Сначала предлагается текст о человеке, который устроил библиотеку в Антарктиде. Есть текст, который называется Bücher für пингвины с вопросительным знаком. Достаточно интересный хороший текст с вопросами на общее детальное понимание, то есть идет рецептив. Дальше потом предлагается antworten sie die fragen zum текст, соответственно вопросы вот эти, да, sagen sie die zece aus dem text zu ende, то есть мы готовимся уже к говорению, но мягенько к этому готовимся. После этого предлагается написать сначала вопросы, которые вы бы задали этому герою, журналисту Луцу Фричу в отношении его вот такого вот интересного решения. пишутся вопросы, после этого в парной работе эти вопросы проверяются, сопоставляются и проводится интервью в парах. Опять же это можно делать перемешивая учеников, чтобы они взяли несколько интервью и поменялись ролями, отвечали в виде в роли этого журналиста которого спрашивают и собственно господина Луца Фрича этого. И после того, как это интервью в парах прошло, предлагается рассказать о данном проекте с точки зрения сотрудника Антарктической станции. То есть это два у нас мини-блока говорения здесь, интервью и рассказ, презентация, с небольшим переходом через письмо и используем грамматики и лексики, которая была до этого представлена в рецептивном блоке тексте. Вот полностью ложится на пару данное упражнение, это две страницы в учебнике, пару, два урока мы работаем с данным заданием. Опять же, время говорения достаточно большое здесь и есть письмо. Говорение и письмо в виде ролевой дискуссии. Вот хотел показать, как представлено здесь данное упражнение. Сначала ролевая игра. Естественно, что это не в самом начале темы. Ролевая игра об отношениях между родителями и детьми. Здесь у нас есть подростки, родители, психолог, учитель. аспекты, которые нужно обсудить. И после этого дается ситуация. Elton von Melanie meinen das. То есть мы в классе, исходя из предложенной проблемной ситуации, делаем ролевую игру. После этого на дом задается упражнение в формате ЕГЭ, исходя из той же самой ситуации. То есть то есть поработав в классе, разобрав ситуацию, обсудив возможные аспекты и нюансы, мы естественно облегчаем ученику при работе дома с этим вот эссе комментарием формулировку и аргументов, и контраргументов, и своих возражений, и вступления и заключения. То есть тем самым у нас с вами одна проблемная ситуация выводит нас в два продуктивных упражнения дискуссия в классе и написание комментариев в формате ЕГЭ дома. Тоже достаточно хорошо сделано сбалансированное во всех смыслах упражнения. Письмо и говорение высказывания позиции тоже имеет место. Позицию высказываем постоянно. Здесь можно тренировать и письмо и говорение. Дается цитата, которую нужно составить в комментарии. После этого этот комментарий представляется в классе. Интересно, что я думал, что будут выбирать одну-две цитаты. Всегда нет. Выбирают цитаты всегда очень по-разному. Дети все-таки очень разные. и после того, как письменно мы можем помочь с проверкой ошибок и с какой-то исправлением, после этого можно устно еще представить эти мнения в виде дискуссии, назначив еще оппонентов, которые должны сформулировать один-два предложения или задать один-два критических вопроса. Получается полноценная дискуссия на основе того, что дети обдумали и написали до этого. Вот устный комментарий на основе данных. То есть здесь представляются различные аспекты одной проблемы, конкретно производства пластиковых пакетов, гроссов и брау и продукцион, видишь рецайклинг, бедроты, тиры, филин по отвары и так далее. Это все разные аспекты. Они представлены оптически и графически. Нужно выбрать один и сделать по нему либо это коллективный реферат, например, либо короткое сообщение именно по одному из аспектов данной большой проблемы. Опять же, это можно превратить в ток-шоу специалистов, встречи специалистов с выработкой решения, которые нужны по итогу, но которые предусматривают представление различных точек зрения на одну и ту же проблему. Предложение идей, в данном случае, генерирование идей происходит таким образом. Текст и в качестве вопроса на глобальное понимание предлагаются три фотографии. просто нужно отнести три фотографии, тем самым ответить на вопрос на общее понимание. А потом уже нужно прокомментировать каждую из этих фотографий. То есть, мы выходим в короткий продуктив после рецептивного упражнения, тоже очень удобно, практично и дает вариативность по времени. Мы можем в зависимости от оставшегося времени и, соответственно, здесь варьировать, чтобы сделать это эффективно. Аннотирование реферирования, вот, в частности, индустриальная революция, ее этапы, много фактов, много умных слов. «Fierstufende Industrielle Revolution». И, в итоге, необходимо сделать краткую аннотацию, изложив в виде таблицы или же в виде кратких последовательных выжимок каких-то. То есть, здесь идет такая задача интеллектуального характера, которая тоже приводит к определенному виду письменного и затем устного продукта. Покажу, соответственно, как выглядят задания на подготовку к ЕГЭ. Мы сейчас как раз в 11-м классе более интенсивно начали готовиться и взяли из 10-го еще раз темы письменные, которые прорабатывали. Вы знаете, очень хорошо, когда мы второй раз возвращаемся к тем же самым темам, что-то где-то отложилось. То есть, мы в 10-м классе тренировались по вот этим блокам, и сейчас в 11-м что-то где-то отложилось, что-то как-то работает. Поэтому очень хорошо, что с 10-го класса начиная, в каждой теме у нас имеется хороший набор блоков для подготовки к ЕГЭ. И в данном случае, пожалуйста, Directe Franca Formulia, это Sprechen, известное вам задание для ЕГЭ. И в Schreiben в данном случае здесь ответ на email, который написан, то есть личное письмо. я иногда использую здесь опять же в 10-м классе, но иногда даже и в 11-м для тренировки, вот это задание на говорение, когда прямые вопросы задаются в виде письменного задания. Это тоже очень хорошо помогает, то есть когда учащийся напишет несколько раз на разные темы вот эти прямые вопросы, то есть сначала создаст это в письменном виде, то затем уже потом спонтанно формулировать эти вопросы ему становится гораздо легче. Иногда и в парах соответственно, то есть написали, друг друга проверили, помогли, представили эти вопросы. И можно задать максимально какое количество вы можете по одному и тому же вопросу задать, то есть например price and detail, то есть какие всевозможные варианты вопросов можете сформулировать и группы соревнуются, кто больше может написать таких вопросов. Написав их уже потом соответственно зачитываем, в следующий раз можно то же самое делать уже устно. Вот они задания в том числе на сравнение фотографий. Вот целый блок на говорение в формате EG. полностью в учебнике представлен. То есть сначала чтение текста на время, после этого задать вопросы, исходя из определенной ситуации, ну и далее сравнение фотографий, которые предложены. полностью блок, который можно сделать и в виде теста по итогам прохождения темы, потому что что хорошо, они всегда тематизированы, то есть блок относится к тем темам, которые перед этим пройдены. В виде теста или в виде отдельной тренировки прекрасно можно использовать. Дальше, мы собственно много и хорошо работаем с учебником, естественно мы работаем с дополнительными ресурсами, материалами, не обойтись без каких-то материалов дополнительных связанных и с лексикой, и с грамматикой. Вот у меня лично это связано с тем, что ученики приходят из разных школ, и у них просто разные соответственно вепы, так называемые, то есть у кого-то одна проблема, у кого-то другая. Кто-то вообще не проходил склонение к переводам, например, при том, что уровень достаточно высокий и хороший. И поэтому естественно без дополнительных ресурсов и материалов мы не можем обойтись. Рабочая тетрадь дает достаточно много у вундеркиндов, потому что она большая. И потому что там время от времени идет повторение тех или иных грамматических тем, и об этом создатели учебника не забыли. Что чисто для продуктива я лично использую наиболее активно. Очень наверное хорошо знакомая вам видео тема. Бесценный совершенно ресурс. Deutsche Welle видео тема mit all schalpan und die den. Как мы пользуемся этим в этом году? По очереди соответственно учащиеся сами выбирают сюжет. Этот сюжет приносит в класс. С данному сюжету. Естественно просим чтобы относилось это к той теме которую мы проходим. А это несложно потому что каталог вот этих видеосюжетов на Deutsche Welle огромный. И вопросы которые задаются соответственно остальным ученикам. То есть ту работу которую делает учитель с аудированием например делает соответственно ученик. я естественно по ходу презентации и зная как правило еще и заранее эту тему и посмотрев это видео помогаю подстраховываю и в плане лексики на которые надо обратить внимание и в плане вопросов особенно. То есть по ходу перед вторым просматриваем перед тем как на детальные вопросы мы будем отвечать естественно добавляю какие-то вопросы которые которые ну решил по каким-то причинам не формулируют учащики. То есть мы вместе задаем эти вопросы и от учащегося еще требуется комментарий почему он выбрал это видео что он об этом думает и конечно хорошо если тема кого-то трогает недавно мы говорили о том как в Амстердаме из-за жевательной резинки которую собирают на улицах делают кроссовки прекрасно затронуло всех причем вся вся возможная информация затронула всех и цену этих кроссовок и то что там плана Амстердама на подошве и то что как много тонн оказывается жвачки собирается с улиц в общем получилось очень живо то есть вот такая вот такая вот поддержка для продуктива потому что вот эта дискуссия в конце это и есть самое интересное что может произойти выбор выбор темы действительно действительно замечательный делают именно сами ученики и мне иногда в голову не пришло взять эту тему которая реально по-настоящему всех интересует то есть давая им возможность выбрать видеосюжет на свое усмотрение мы попадаем вот в эту вот задачу что должен быть релевантный речевой повод поэтому видеотема Deutsche Welle это то чем я пользуюсь в дополнение к УМК в Андеркене Плюс очень интенсивно в этом году особенно интенсивно вот в трех из четырех классов например дальше конечно же это фильмы есть фильмы которые нельзя не смотреть и которые просто прекрасно дополняют наши темы которые мы проходим ну и Дигали да конечно вторая вторая часть та что про школу безусловно прекрасно ложится Goodbye Lining будем сейчас обсуждать в связи с 9 ноября после каникул на каникулах смотрят получают рабочие листки должны ответить на вопросы по рабочим листкам для того чтобы после этого сделать короткие презентации по разным аспектам данного фильма от каждого из участников кто-то о создании фильма рассказывает кто-то рассказывает о главных героях в точке зрения личностных характеристик кто-то говорит о своих личных впечатлениях и прочее Das Limbe Andren я считаю фильм который нельзя не смотреть в 11 классе и который просто мы обязаны показывать это моя личная точка зрения но вы можете естественно предложить другие фильмы я просто хотел сказать что мы обязательно смотрим два фильма за год это минимум и я такую общую нарезочку как бы еще представил почему потому что обычно еще фильмы если группа живая активная то они обычно сами предлагают фильмы или наоборот я предлагаю вы договоритесь какой это больше касается уже комедий каких-то молодежных фильмов какой бы вы хотели именно обсудить и соответственно смотрим какой-то такой фильм то есть вот эти три фильма у меня проработаны именно с точки зрения рабочих материалов точек показа фрагментов которые мы смотрим именно на уроке дополнительных материалов которые при этом даются а фильмы которые дополнительно идут в основном более развлекательного характера они идут соответственно предложение от учеников от того кто какой-то смотрел и они вместе договорились рецензия в конце великолепный вариант тренировки продуктивного навыка вот два примера дополнительных материалов без которых вот я не работаю ни с одним ВМК и которые прекрасно дополняют работу с Вундеркинда плюс теперь о моих личных наблюдениях болях и ценностях может быть да которые которые выработались вырабатываются продолжают вырабатываться когда мы говорим о работе по тренировке продуктивных навыков вот моя любимая аллегория честно говоря сам как бы к ней пришел не было не было когда меня еще этому учили об этом разговора и в том числе и в Берлине там где я учился именно коммуникативной методики построения урока как-то вот с этим не сравнивали а мне это видимо всего того что я как-то коснулся все-таки военной стези в молодости это сравнение очень очень близко вот солдаты в окопе разные мысли у всех но мысли скажем так наверное не у большинства что вот сейчас мы побежим и всех порвем да а наверное мысли почему я и зачем мне это надо для кого и за кого я вообще сейчас собираюсь туда а хватит ли нам а хорошая ли у нас так сказать подготовка вооружения чтобы вообще туда лезть ну и в конце концов банальное я боюсь то есть нормальное чувство которое испытывает нормальный человек и в связи с этим никогда не устану говорить о том что это не я уже естественно придумал что ученики не говорят когда их не интересует тема не затрагивает тема даже тема может не интересовать речевой повод не тронул вот то есть тема была неинтересна но если речевой повод заброшен хорошо и правильно то они загораются зажигаются здесь я это формулирую как тема он интересант но это немножко более широко надо понимать дальше недостаток опыта или знаний здесь мы говорили на прошлом вебинаре как рецептив помогает выйти в продуктив чтобы люди почувствовали себя увереннее как мы перебрасываем мостик к устной речи на основе того что мы из поля непознанного минного для них создаем какие-то точечки уже которые они знают им становится проще ну и банальная неуверенность страх барьер с которым как раз в 10 классе очень многие вот к нам например приходят потому что иногда видишь что просто не придавалось значения продуктиву в отличие от грамматики например и вот этот страх соответственно о нем всегда надо тоже помнить иногда они не выглядят как люди у которых которым страшно говорить а тем не менее где-то на психологическом подсознательном уровне зажим этот есть поэтому всегда я я вот себя уговариваю помнить об этих чувствах и об этом состоянии в котором находится психика человека в данном случае и отсюда выводы релевантный речевой повод его надо нащупать его надо найти это самое главное соответствующая подготовка без подготовки ничего не происходит мы должны подвести к этому мы говорили об этом и на прошлом и за прошлом вебинаре не буду очень сильно повторяться ну и атмосфера и поддержка атмосфера это класс менеджмент о котором я очень надеюсь на одном из следующих семинаров поделиться своими ощущениями наблюдениями и поддержка в ходе работы грамотная поддержка в ходе работы вот эти три вывода которые из вот этой картинки у меня напрашиваются и о которых я стараюсь лично всегда помнить и всегда себя корю когда я веду себя на уроке не в соответствии вот не учитываю да вот эти вот моменты которые обязательно нужно иметь ввиду когда ты делаешь продуктив второе для себя тоже давно открыл и пользуюсь и стараюсь как можно больше это делать и поэтому всегда я перед уроком иногда таскаю и двигаю парты если нет учеников которые могут помочь вытаскиваю коридоры или сдвигаю куда-то там и так далее да вот написал двигаться 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 в начале чтобы забыть по предыдущий урок двигаться в середине чтобы немножко встряхнуться двигаться чтобы мозг начал более активно работать который как известно работает более активно даже когда мы просто сидячего положения поднимаемся поэтому если есть возможность создать движение я создаю движение для того чтобы был более насыщенный интересный эффективный урок именно для продуктивных продуктивных задач вот здесь пишем открытки на стене здесь вот делаем ассоциаграмму вот как мне нравится слово mind map при всех моих при всей моей неприязни к англицизму проще произносится вот поэтому движение 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 это вот те подходы которые для меня лично при работе продуктиве очень важны тут собственно ОМК любой дает возможность это уже применение просто хотел поделиться вот этими наблюдениями и буду рад если вы прокомментируете что-то свое там напишите скажете на эту тему может быть дополните что-то может быть прокомментируете это очень важно для меня и интересно я имел возможность работать в Берлине в мультинациональных группах под присмотром коучей от International House то есть мы работали в группе то есть у нас сначала мы были учениками до обеда мы были учителями после обеда и два коуча сидели за нами писали считали секунды которые мы своровали у учеников своей болтовнёй записывали наши косяки ошибки после этого был серьезный разбор и так далее и у меня была возможность убедиться насколько эффективно насколько сильно отличаются друг от друга занятия когда оно у тебя или у твоего коллеги не получилось насколько в лучшую сторону выделяется занятие насыщенное движением насыщенное коммуникативом насыщенное эмоциями и это мы просто видели по прогрессу учеников имели возможность это наблюдать вот и смотря на себя со стороны и поэтому это уже в плоти в кровь вошло и я с удовольствием призываю если кто-то не очень много пользуется этими формами их использовать ну как пример да он используется в немецких школах в начальных классах для того чтобы тренировать правописание а мы используем в различных целях это и закрепление лексики и закрепление грамматики причем на разных уровнях это можно делать и конечно это продуктив это это очень хороший продуктив суть состоит ну если вдруг кто не знает в том что ученики разбиваются на пары здесь вот помещение нам не очень позволило сделать совсем большое пространство было бы лучше но работает тем не менее еще даже удачно что можно сказать говорить шепотом да это тоже хорошая тренировка и для фонетики и для понимания друг друга и задача как можно быстро быстрее перенести текст который на доске в данном случае приходится копировать из учебника текст или его как-то каким-то образом видоизменять например убирать предлоги предлоги места к примеру взять и убрать и они перенося текст на своей листочке они должны эти предлоги еще и вдвоем вспомнить да и не ошибиться и этот текст соответственно диктуется ученик который бежит к своему партнеру должен максимально много запомнить и максимально много донести мы тренируем короткую память которая крайне нужна нам в говорении и иногда вся причина когда человек не говорит упирается в это я сколько раз в этом убеждался и всегда это проверяю и смотрю потому что иногда сняв вот здесь эту проблему мы очень быстро переходим в речь то есть он должен помнить он должен правильно донести при этом не ошибиться пересказать то что он прочитал не очень громко чтобы не слышали другие своего партнера тот должен записать после того как абзац закончился они меняются соответственно второй ученик диктует первому две задачи первое это сделать это максимально быстро второе сделать это максимально точно тем самым мы еще раз работаем с материалом учебника потом этот текст в том или ином виде присутствует в тесте то есть к примеру если мы говорим о системе школьного образования в Германии и используя там используем там все основные наши лексические единицы которые должны быть в активе там типа вальфэша кличтфэша эрбербен эльянен ангелли штудьян там и так далее если мы к примеру вот эти вещи делаем то они присутствуют в этом тексте который они должны вот таким образом в виде лаук дикта сделать отработать и потом естественно в то или иного в виде этот же самый текст может быть использован в тесте таким образом мы несколько раз контактируем с одним и тем же материалом для закрепления лексики и вот этот вот беговой диктант активный веселый как правильно очень он в этом случае хорошо получается вот вариант движухи на продуктивных навыков вторая задача конечно максимально корректно перенести и поэтому иногда можно мотивировать даже здесь и оценкой на что и но у нас будет с вами и хатс фидбэк и фон фидбэк то есть мы посмотрим каким образом вы справились с задачей и так сказать на скорость но и каким образом вы справились с задачей на аккуратность вот такая вот форма которой активно пользуюсь и которой тоже хотел с вами поделиться в школе работает прекрасно дальше о принципах и подходах моих да моей ошибкой было достаточно долго что я всегда оставлял меньше времени на продуктив ну именно на устную часть чем следует и ты думаешь да вот это сделаем вот это сделаем 25 минут остается более чем вот так достаточно за глаза но потом либо ты увлекся либо тебе задали вопросы какие-то и пришлось там что-то разбирать и так далее и после этого надо время мне очень долго понадобилось времени чтобы понять что ученику реально надо много времени чтобы он разговорился и это то время которое вообще не надо жалеть я вот увеличиваю и увеличиваю и увеличиваю общее время на продуктивный блок и вижу как растет и растет и растет спрещер шулья и вот это вот как бы рост вот это вот объема шулья он пропорционально происходит тому времени которое отводишь на весь блок в целом поэтому я себе говорю себе пишу и вот сейчас хотел бы обратить внимание на то что гипца это обязательно это время это время не жалко и 2 фэшлиндэ ну конечно в кавычках фэшлиндэ исчезни но как исчезни во первых конечно не ходите сверху не смотреть лучше ползать лучше где-то там присесть недалеко на стульчик да не висеть сверху во вторых по возможности быть на дистанции на такой дистанции которая позволяет очень быстро подойти если нужна помощь она бывает очень часто нужна лексическая при подготовке и даже при самом общении вот но достаточно далеко чтобы не мешать не отвлекать на себя на свой авторитет внимание и возможно даже так сказать есть такая дистанция очень хорошая которая позволяет ученику ну как бы чувствовать себя что он говорит вдвоем со своим собеседником а не втроем при этом он знает что ты его слышишь но он об этом забывает поэтому вот это фершвинде это как бы то насчет того где ты да тебя как бы нет но ты здесь это раз второе это то что мы не вмешиваемся и не поправляем естественно по ходу речевой вот эта активность здесь тоже работает время на нас каким образом вот сейчас недавно олимпиада была дискуссия шла в школьный этап делали дискуссию и девочка у меня в дискуссии один раз вступает второй раз вступает и вот она на даст все время дает прямой порядок дает раз дает два и на третьем разе она перестраивается без каких-либо там подсказок помощи и так далее она перестраивается на обратный порядок и четвертый раз говорит с обратным порядком слов и что аллилуйя что было достаточно времени она сама вышла в это и поэтому здесь мы по ходу по ходу речевых упражнений мы не вмешиваемся мы собираем данные наш мониторинг нужен для того чтобы сделать грамотный фидбэк отметить потом те плюсы которые нужны для этой группы в данный момент по данной теме отметить все минусы что нужно исправить для этой группы в данный момент по данной теме вот в этом смысле фэш винде то что я себе говорю и то что я стараюсь соблюдать для того чтобы продуктив работал Гетальте Фройда я уже говорил да мы работаем обязательно в паре пишем в паре потому что в одиночку мы можем писать и дома и в одиночку ученик загруженный другими предметами мыслями и чем еще угодно да он может быть загружен в голове он сразу улетает в астрал когда они пишут вдвоем один говорит второй пишет если текст большой они пишут по очереди и опять один говорит и второй пишет то есть работа в паре с письмом это на мой взгляд самая лучшая форма работы в классе с письмом вообще которая может быть опять же мы говорили о том что когда мы начинаем с пары и потом выходим в пленом в общий состав класса это всегда для прогрессии в продуктиве очень полезно с психологической точки зрения ну и last degree creativity это тоже мой подход которым я стараюсь себя за волосы тащить невзирая там ни на усталость ни на какие-то другие моменты то есть обязательно что-то должно быть придумано что подвинет на творчество или же просто дать свободу для творчества просто дать эту возможность да чтобы появился вот рецепт как делаются на самом деле вот эти плетхин да или же вот коллега наша Людмила Александровна придумала такую рождественскую стену где пишется открытки друг другу там поздравления следующим поколением учеников там и все это сохраняется и потом это можно потом увидеть рядом с пустой открыткой которую ты заполнишь да то есть вот такие вещи связанные с творчеством они обязательно важны но здесь я долго распространяться не буду я уже говорил что ли показывал вам да и на этом вебинаре и на предыдущих что УМК для этого возможность дает большую за что огромную благодарность именно за то что есть возможность выйти в творчество в проектное в дискуссионное в игровое в любого вида творчества можно выйти ну и перед тем как показать вам учебное видео я хотел бы сказать как оно собственно возникло и вообще об этой форме сказать естественно использовать учебное видео всегда интересно всегда хорошо в данном случае речь идет о сказках у нас в 10 классе есть тема Бюсчер Вельт в теме Бюсчер Вельт у нас есть соответственно раздел сказок ну где его нет да и на самом деле выясняется что не все сказки хорошо и дословно известны и на самом деле выясняется что дети с удовольствием находят менее известные сказки тех же братьев Гримм и прекрасно их представляют на уроке это тоже бывает очень смешно потому что сами понимаете что помимо общеизвестных и таких достаточно бесспорных и безоблачных сюжетов бывают сюжеты в сказках такие такие стрёмные да скажем современным но не современным уже языком моим языком скажем вот и поэтому вот здесь очень вообще много так сказать возможностей для творчества да когда мы про сказки говорим естественные инсценировки там все на свете а здесь вот получилось благодаря тому что мы приняли участие в международном ну международном так как сказать но тем не менее он международный конкурс учебных видео и в чем плюс во-первых дети сами делают естественно сценарий надо писать на языке роли распределять надо на языке роли надо учить на языке за все это отвечают разные люди кто-то сценарист кто-то режиссер кто-то постановщик вы соответственно выполняете координирующую функцию техническая часть с нынешними возможностями у нас прекрасная да то есть у нас в каждой третьей четвертой семье есть в общем-то цифровой фотоаппарат которым пардон оптический фотоаппарат которым можно записать видео может быть в каждой пятой вот мы можем прекрасно снимать видео уже и на телефоны ну и что касается монтажа то как правило находятся дети которые с удовольствием это делают а на все остальное уходит не очень много времени и чем хорошо потом учебное видео его можно потом использовать да то есть вот сделали видео по сказкам и теперь используем его когда смотрим вот эти вот когда проходим вот этот вот урок в данном случае речь идет о видео по сказкам братьев грим всегда приятно когда ученики смотрят и говорят а вот это сделали предыдущие ученики а ты им задаешь вопрос а какое видео мы с вами в этом году сделали да какое учебное видео мы с вами сотворим для того чтобы они это уже понимают ученики которые придут следующем там и через два года увидят их там нынешних да которые им оставили вот такой учебный материал ну дальше долго говорить не буду может быть в промежутке между двумя частями что-то скажу а сейчас посмотрим начало первую часть приятного просмотра как говорится спасибо 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 Продолжение следует... 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 и потом уже посмотреть вторую часть. То есть вот такое учебное видео, которое позволяет дать толчок к тому, чтобы сочинить завершение истории. Есть какие-то идеи? Идеи нет. Хорошо. В таком случае посмотрим, что придумали авторы данного учебного видео. КОНЕЦ Добро пожаловать на наш канал! Wir sind mit einem Ultimatum gekommen, wenn ihr euch nicht sofort entschuldigt und nicht mit uns den Frieden schließt. Dann werden wir euch, Bösewichte, in den Märchen streichen. Dann gibt es auch keine Grimmsmärchen für Kinder mehr. Na, was sagt ihr dazu? Wir sind einverstanden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne und diese Erde, auch der wir wollen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe und dass ich die Wunder nicht mehr verliere. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Aber lieber Woll, warum hast du so große Augen? Dann wird ich dich besser sehen kann, mein Kind. Viel Spaß bei dir. Was ist das? Ja, das sind... а Ну вот, мы с вами посмотрели наш продукт прошлого года, который мы сделали с лицеистами, и собираемся это дело продолжать. Спасибо за комментарий Бария Альхавик. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. В интернет-магазине издательства «Просвещение» контакты редакции немецкого языка, которая представляет данный учебный методический комплекс, вы легко получите. Спасибо Алина Денисова, Ирина Шевченко, спасибо всем, кто был сегодня с нами, желаем вам хорошего дня. Спасибо за внимание. 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 Спасибо за внимание.